Это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Здравствуйте. В гостях у меня сегодня журналист Антон Красовский. Здравствуйте, Антон. Добрый вечер. В России сегодня день траура по погибшим на борту самолета Ту-154, военный борт, 92 человека. Выяснилось, что не так уж просто найти какие-то уместные слова в условиях такой трагедии. Почему так? Ну, во-первых, непонятно, что значит найти и кому найти эти слова. Ну, если посмотреть на интернет, там какая-то просто жакханаля. В смысле, ты имеешь в виду, что все упыри? Ну, почему все упыри? Ну, неожиданно выяснилось, что есть люди, которые могут почему-то радоваться трагедии. Ну, таких людей много. Я этого не понимаю. Многие из них живут в Украине. И, честно говоря, я не хочу, так сказать, всерьез их обсуждать, потому что каждый имеет право сойти с ума. Вот каждый от тролля, оплаченного Вольгина или на Порошенковские деньги Юрием Стетцем в Киеве до Бажины Рынски, имеет право на диагноз. К сожалению, в Москве закрывается большое количество психиатрических больниц, но я надеюсь, что сегодня главный врач 62-й больницы обратился в ФСБ на Московский департамент здравоохранения, и, возможно, психобольницы не закроют. Вот. Но поэтому я не готов всерьез обсуждать, вот, сволочи, как вы могли, или наоборот, вот, правильно, неправильно. Нет, полиция скорби работает. И полиция скорби обсуждает. Вот я, правда, для меня как-то даже не готов всерьез это обсуждать, потому что, мне кажется, это какая-то не очень важная... То есть, как бы обсуждать людей, которые что-то пишут на фоне большой человеческой трагедии и большой трагедии в России, мне кажется, не имеет никакого смысла, особенно мне, потому что все-таки там погиб человек, которого я действительно хорошо знал, в общем, моя подруга Лиза Глинка, и я совершенно не собираюсь обсуждать, а осуждать людей, которые обсуждают и осуждают ее. Мне кажется, она так никогда не делала сама, хотя я знаю, что для нее такие вещи были очень болезненные, и когда ее смешивали с грязью, делали это довольно часто, и делали это разные люди, не только плохие, но и хорошие, и чаще хорошие, например, Дмитрий Быков делал это регулярно, и она очень расстраивалась. Но никогда не выносила это в публичную плоскость, и я не хочу выносить. Как думаешь, что будет с фондом «Справедливая помощь», который возглавлял доктор Лиза? Я очень надеюсь, что фонд будет работать. Я не знаю, как он будет работать, потому что на самом деле есть организации структурированные, а есть организации вождистские. И вот «Справедливая помощь», безусловно, была организацией вождистской, да, там все держалось на ней, большинство людей даже не знало, что Лиза делает. Собственно говоря, вот вчера и произошла такая, да, такое непонимание, то она села ли, села она на самолет, не села на самолет, фонд что-то подтверждает, что-то не подтверждает, потому что она, в общем, никому не докладывала, и так, в общем, о своей жизнедеятельности она там особо никому и не докладывала в этом фонде. Фонду нужно найти человека, который сможет собой представлять и олицетворять все, что делали они, все, что делала Лиза. Фонд должен переименоваться, безусловно, в фонд «Доктора Лизы», никакая-то несправедливая помощь. Он называется «Справедливая помощь», потому что когда-то его спонсором был Сергей Миронов, бессмысленный, руководитель партии «Справедливая Россия». Это фонд «Доктора Лизы», и фондом «Доктора Лизы» должен руководить человек, который имел к ней отношения, которому будут доверять, которого знают в стране, знают в нашем городе, и человек, который так или иначе, ну что тут говорить, продолжит какие-то ее программы, которые многим людям из нашего с тобой окружения даже не нравятся. Конечно, фонд «Доктора Лизы» должен продолжить программу поддержки детей Донбасса, и, конечно, фонд «Доктора Лизы» должен помогать людям, которые оказались сейчас в сирийском конфликте. И у меня нет никаких сомнений, и только такой человек, который будет к этому готов, должен этот фонд восклавить. Про Сирию ты упомянула, понимаю, может быть, странный вопрос, но, может быть, и не было бы этой трагедии, если бы не было войны в Сирии, если бы Россия так упорно там не увязала. Вот, понимаешь, это то, что отличает, я вчера прочел много этих текстов, и очень многие, опять же, хорошие люди, и мои товарищи, Андрей Лошак, например, пишут, все обвиняют Путина, Путин, вот Путин, виноват Путин, там, подковырнул гайку, и самолет упал, или Путин ввел войска в Алеппо, бомбил, и вообще Путин, 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 да? И если бы мы не ввязались в эту Сирию, то все были бы живы, и пассажиры Боинга, и пассажиры Ту-154, нет, не были бы живы. И это отличало, отличает как раз людей вот этого склада от Лизы, людей провинциальных от людей действительно глобальных и мировых. Провинциальный человек считает, что он убережет себя, свою семью и свою маленькую страну от того, что не ввяжется в какую-то справедливую драку. Это может быть и так. Но глобальная ситуация в том, что мы не могли не ввязаться в эту несправедливую драку, потому что захлестывающий мир, агрессивный ислам наступает, и останавливать его надо. И это не чужая война. То, что сейчас происходит в Дамаске, то, что происходит в Пальмире, то, что происходит в Алеппо, это не война сирийцев против сирийцев, это война добра со злом, это война цивилизации с варварами. И, пожалуй, это единственное, что за последние много лет Путин сделал в контексте европейского пути, это ввел туда войска. Потому что таким образом мы, Россия, наконец снова начали ассоциироваться, пусть многим и не нравится, пусть уходящая администрация президента Обамы в лице каких-то непонятных женщин в ООН грозит пальчиком и призывает к совести. Но это единственное, что мы сделали за последние годы, как европейская держава, как держава западного мира и как держава, представляющая собой цивилизацию. Мы не могли поступить иначе. И в этом смысле ведь никто не тащил, например, Лизу на этот борт. Никто не заставлял ее везти туда эти лекарства. Просто для нее это была война. Вся жизнь ее была война. Вся жизнь ее была война добра со злом. И она была абсолютно на стороне добра. Все говорят сейчас, что не могут представить ее погибшей и так далее. А я как раз очень хорошо могу ее представить погибшей. Более того, так должно было случиться и не могло быть иначе. Потому что мы познакомились с ней между одной войной и другой. В этот промежуток между Косово и Украиной. И вот эти бродяги на Павелецком вокзале, которые были у нее, и этот подвал, это все был такой промежуток, было такое перемирие, где она искала вот эту войну и эту попытку на эту войну уйти. И она на нее ушла. И вот мы действительно ввязались в эту войну в Сирии совершенно не напрасно. Потому что если бы мы в нее не ввязались, то все это захватило бы нас всех, всех нас на 10 лет раньше, чем захватит. Это все равно к нам придет. Не думайте, что это не придет. Ну разве это уже не у нас? Это уже у всех. Не нужно, может быть, как-то начать собственную церковь. Вот смотри, есть кровавый Путин, которого все ненавидят, и который ввязался в это Алеппо. А есть вот Ангела Меркель, которая никуда не ввязывалась, и наоборот говорит Вилькумен иммигрантам, а человек на фуре врезается в рождественскую ярмарку. Это все равно произойдет. Это наша общая война. Сейчас дело империоров несколько минут. Это особое мнение Антона Гроссовского. Продолжается программа «Особое мнение». Это особое мнение журналиста Антона Гроссовского. Здесь вот наш слушатель Рафаэль из Казани отвечает, что лучшей помощью детям Донбасса будет прекращение поддержки сепаратистов ДНР и ЛНР, а лучшей помощью детям Сирии будет прекращение бомбежек там. Значит, дорогой как? Рафаэль. Рафаэль из Казани. Все бы правильно, и действительно Россия поддерживает сепаратистов, на юго-востоке Украины. Действительно, нет ни у кого сомнений, что малазийский «Боинг» сбит российским боком. Ни у кого нет сомнений, что там были русские танки, что там были русские военные инструкторы. Но почему-то вы все забываете при этом, что украинские города на юго-востоке бомбит украинская авиация. Что вот из тех тысяч погибших погибли от русских пуль и гранат. И от русских снарядов. Абсолютное меньшинство. Вы можете обвинять чеченцев в том, что они были сепаратистами в 90-е годы. Вы можете обвинять людей сейчас в Сирии, сирийских повстанцев в том, что они сепаратисты и борются за свою независимость. Точно так же вы обвиняете юго-восточных украинцев в том, что они не хотят жить под властью Петра Порошенко и Юрия Астетса. На самом деле это их право не хотеть так жить. На самом деле право украинцев, наверное, украинской власти их за это бомбить. Точно так же, как делали российские власти в 90-е годы и в начале нулевых годов, когда мы бомбили Грозный. Мы-то тут при чем? Подождите секунду. Пусть они между собой разбираются, Антон. Нет, подождите секунду. Нет, подождите. Да, пусть они между собой разбираются, как вы считаете. Но в то же время вы тоже должны понять, что вы, Тань, считаете себя чудовищно провинциальной маленькой страной. Но когда миллионы, вот полтора миллиона беженцев сейчас на юго-востоке Украины, из них только 500 тысяч убежало в Киев и на Украину. Миллион беженцев. Это беженцы, которые предпочли Россию. Проблема в том, что на самом деле люди на востоке Украины, точно так же, как люди в Крыму, когда у них спрашивают, куда вы побежите, вот даже, понимаешь, это не вопрос крымский, а куда вы хотите, в Россию или в Украину, а это вопрос жизни и смерти. Куда вы побежите от бомбежек? Вы побежите как бы к своим или как бы к чужим? Так вот, люди бегут как бы к чужим. Это значит, что мы для них не чужие. И это значит, что и они для нас не чужие. Давай положим руку на сердце. Ну, правда, вот правда. Конечно, это Украина. И, конечно, с юридической точки зрения, это все украинская территория. Но для человека, который живет в Горловке и в Донецке, человек, который живет в Ростове и в Ставрополе, гораздо ближе, чем тот, кто живет в Ужгороде и в Львове. Ну, правда. Они говорят и думают на разных языках. И честно, они говорят и думают о разном. Но дело не в этом. Я вот сейчас не говорю о том, что Путин прекрасный и правильно все делает. Я по-прежнему говорю, что да, это Россия сделала все для того, чтобы этот внутренний конфликт на Украине раздуть. И чтобы этот внутренний конфликт, который, вообще-то говоря, был, он зрел, этот внутренний конфликт. Чтобы он превратился в огромную, кровопролитную гражданскую войну, которая сейчас есть. Но в эту огромную, кровопролитную гражданскую войну с удовольствием, сразу же, моментально, вступили вооруженные силы Украины и нынешние украинские власти. Я сидел с Петром Порошенко в феврале 2013 года, когда все это началось. И когда Петр Порошенко только думал, что он по 2014 году, когда Майдан был. И когда Петр Порошенко решил, что он пойдет в президенты. Но был еще Виктор Федорович Янукович. И это была встреча. Я вот никогда это не говорил публично, и вот сейчас я это скажу. Меня позвали на эту встречу, потому что когда-то я возглавлял избирательный штаб Михаила Прохорова. То есть олигарха, который набрал, ну, какой-то существенный процент на президентских выборах. Это была встреча вечером в офисе Петра Порошенко, где сидел большое количество людей, в частности, нынешний министр печати информации Украины Юрий Стец, какие-то еще неизвестные мне люди, которые тогда в Раде представляли вот этот оппозиционный блок. И мне говорили следующие вещи. Антон, нам нужен человек, у которого есть опыт работы, с русскими людьми, потому что на западе Украины у нас нет проблем, у нас все отлично. Мы все прекрасно понимаем, как идти. Но как победить дядю Федю, как тогда называли Виктора Федоровича Януковича, а на Востоке мы не знаем, потому что он там абсолютный фаворит. Когда я им сказал, ребят, у вас не будет никакого дяди Федя, когда будут выборы в 2015 году, а тогда всем казалось, что выборы будут в 2015 году, никакого дяди Федя не будет. Поверьте, мне говорят, что один старый человек, лет 78, сказал мне на украинском языке. Сказал, Антон, я возглавлял избирательные штабы, у всех, включая Леню Кравчука. Я точно вам говорю, что дядя Федя будет участвовать в этих выборах. И, скорее всего, дядя Федя победит. Дядя Федя не стало через два дня. Но это через три дня дядя Федя вступил в Ростове. Вот это было так. До сих пор мы прекрасно понимаем, что фабрика в Рошен находится в городе Липецке. И никто ее не собирается ни закрывать, ни продавать. Давайте просто, если вы говорите о нашем лицемерии, вы все-таки будете помнить и о лицемерии своем. Если вы говорите о русских пулях и снарядах, вы все-таки помните, что пули и снаряды бывают не только русские, но и украинские. Это к вопросу об Украине. Если вы вспомните и правильно, вот это написал Александр Баунов на сайте Карнеги, если вы просто погуглите, как выглядела Алеппо в 12-м, в 13-м, в 14-м, в 15-м и сейчас в 16-м годах, вы поймете, что разрушения, вот эти все чудовищные разрушения, которые вы увидите сейчас, начались еще тогда, когда никто не предполагал не только входить в Алеппо здесь, в России, но даже не задумывался о Донецке. Вот скажем вам честно. То есть гражданская война в Сирии началась не потому, что туда вошли русские войска и русская авиация. Гражданская война в Сирии началась потому, что Ближний Восток был готов к смене власти. Ближний Восток был готов к тому, чтобы контролируемые, жесткие, авторитарные, чудовищно диктаторские, возможно, но контролирующие территории режимы были свержены и на их место пришли, ну что сказать, просто бандиты. Бандиты, уголовники и подонки, которые сейчас на самом деле целиком управляют ситуацией на Ближнем Востоке. Если вы посмотрите на все, что сейчас случилось в Ираке, на все, что сейчас случилось в Ливии, на все, что в общем случилось практически, едва не случилось в Египте и то, что сейчас происходит в Сирии за последние 10 лет, а давайте честно признаемся, это огромная война, которая угрожает нам всем, и Путин здесь с бомбежками совершенно ни при чем. И да, я считаю, что человек, который должен возглавить сейчас фонд «Справедливая помощь», который должен называться, по-прежнему говорю, фондом доктора Лизы, должен продолжить ее дело и вывозить детей из любых конфликтов, независимо от того, считайте вы, как там человек из Казани зовут, Рафаэль, и правыми Россию в этих конфликтах или неправыми, потому что дети к этому не имеют никакого отношения. Украинцы обвиняли доктора Лизу в том, что она крала детей, их якобы украинских детей, и вывозила их в Россию. Так вот, доктора Лиза треть детей отправляла в Киев, отправляла треть детей не потому, что она так решала, а потому что только треть семей хотели из Донбасса уехать в Украину. Две трети хотели отправить своих детей в страну более богатую, более, с их точки зрения, перспективную, но, что самое главное, а более свою. Поэтому детей они отправляли в ту страну, на языке которой дети разговаривали. То есть в страну Россию. Вот хотите вы этого? Более того, я вот честно скажу, меня звали на лекцию в Киев в феврале, так вот я на нее не поеду. Мне очень жаль, что я больше не поеду в Украину до тех пор, пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникации между двумя странами. Да, вы считаете Россию страной агрессором, но вот я считаю вас идиотами и подонками. Нам сейчас нужно сделать небольшой перерыв. Это программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает журналист Антон Красовский. Ваши вопросы можете присылать на номер 7-985-970-4545. Мы буквально на 5 минут прервемся и вернемся к вам в этой студии. Продолжается программа «Особое мнение», и это «Особое мнение» Антона Красовского. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Ну, значит, про Путина говорить плохо нельзя в этой ситуации. Я так правильно вас поняла, да, про Россию и Украину? Мне просто, знаете, мне интересно вот что. 92 человека погибли. Почему они погибли? Потому что был плохой самолет, видимо. Все. Ответ простой и короткий. Потому что плохой самолет. Тань, можно сказать... Ну, то есть, хорошо, дальше мы имеем право... Мы не имеем право на все, если ты хочешь, чтобы Дальше мы задаем вопросы главе Министерства обороны, видимо. Ведь он, наверное, в конечном счете несет за это ответственность. В конечном счете, безусловно, ведет и несет ответственность Владимир Путин, если я думаю, что понравится сейчас мое высказывание и тебе, и слушателям радио «Эхо Москвы», и, наконец-то, за весь сегодняшний эфир. Владимир Путин на большой пресс-конференции сказал о модернизации вооруженных сил. Он сказал, что на 70% в таких-то вооружениях, на 80% в таких, на 90% в ядерных, у нас новая техника. И вот через ровно несколько дней разбивается самолет, которому 32 года. И это стыдно и больно и горько, независимо от того, что с этим самолетом случилось. Если это теракт, значит, вооруженные силы не могут охранять свои собственные самолеты. Если самолет развалился в воздухе, а большая вероятность, что именно так произошло, то, значит, никакой модернизации, ничего нет. На самолете летел весь краснознаменный хор имени, весь краснознаменный хор Министерства обороны. На нем могли лететь, и неоднократно летали высшее руководство Министерства обороны. Вот так, такая техника, да, в России. И вот это вина Верховного Главнокомандующего, да. Конечно. Это ответ на вопрос. Да, они в этом виноваты. Да, они виноваты, что у них такие самолеты. Другое дело, что они могут сказать, что нет, это не боевой самолет, это самолет гражданской авиации, и вообще Тушка прекрасный, надежный самолет. Возможно, они даже каким-то образом правы. Самолеты падают. Вообще иногда они падают. Самолеты падают, Ту-154, кстати, периодически падают. Ты говорил об этом даже, премьер-министр, что надо бы его снять. Это действительно старый самолет, это действительно плохой самолет. И я не понимаю, каким образом такие плохие самолеты находятся на вооружении, но не на вооружении, почему на таких плохих самолетах летают руководители Министерства обороны. Более того, я тебе скажу, даже министр обороны Шойгу периодически летает на самолете Ту-154 сам. И это ужасно. А ты видела, на таких так называемых джетах летают руководители министерств нашей страны? Это переделание Як-42. Я летал на ИЛ-18, Министерство обороны, я знаю, как там это все выглядит. Я говорю, что да, действительно Россия, вот это так, все да. Степень доверия к тому, что нам расскажут по итогам расследования сейчас почему-то исключительны только источники и сплошь опровержения. Появляется что-то немедленное опровержение. Мы узнаем правду, что произошло? Этого я не могу сказать. Я очень надеюсь, что мы узнаем правду. Мне очень хотелось бы, чтобы по результатам этой правды какие-то люди понесли ответственность. Я по-прежнему не считаю, что министр обороны, например, должен подать в отставку после того, как этот самолет упал. Он не должен, безусловно, подать в отставку после того, как этот самолет упал. Это не является его непосредственной виной. И это не стыдное преступление. Это просто очень горько, что это происходит. Происходит у нас и происходит с нами. Но я надеюсь, что люди, которые отвечали непосредственно за этот вылет и за этот рейс ответственность понесут. Еще хочу об одной теме поговорить. Вот вы произнесли фразу про страну провинциальную, страну великую. Ситуация в Иркутске. Уже 77 жертв. Люди пили концентрат для ванн и умирали. И продолжают умирать. И продолжают пить, я тебе более того скажу. И всегда его пили. Ничего нового в этом нет. Мы с Ксенией, моей подругой Ксенией Соколовой, 10 уже скоро лет назад ехали от Москвы до Владивостока на машинах. И писали про это. Люди пьют. И жидкость от утоптышей. И омыватели для стекол. Жидкость. Люди пьют концентраты. Потому что водка дорогая. А денег мало. Но это не что. Я должен сказать. И что. Ну, хорошо. Этим надо как заниматься. Это проблема серьезная? Нет, подожди. Вопрос твой в чем? Вопрос в том, не надо ли нам сейчас обеспечить всех людей нормальной водкой, вместо того, чтобы воевать все? И такой был вопрос. Нормальным уровнем жизни может быть заняться как-то? Возможно. И возможно то, что... Или это слишком провинциально для нашей страны? Нет, это совершенно не провинциально. Просто наша страна, которая всегда была провинциальной, безусловно, с точки зрения отношения к большому количеству населения, которое здесь живет, была сосредоточена в некоторых областях, так скажем. В частности, одной из этих областей был военно-промышленный комплекс. И, Гед, я понимаю, что я сейчас звучу как, наверное, как хуже, чем Максим Леонард Шевченко сейчас в этой программе. Но давайте тоже скажем, что вообще-то говоря, а как ты собираешься этих... К чему они... Что эти люди должны делать? Вот люди, которые в Иркутской области. Я просто не знаю конкретно, они где там в городе Иркутске пили или где они пили? В самом Иркутске. В самом Иркутске. Ну, давайте посмотрим, как вообще устроена там Иркутская область. Да, вот, например, там был целлюлоз-бумажный комбинат на Байкале, да, который закрыт, потому что у нас экология. А куда люди должны были с этого целлюлоз-бумажного комбината пойти работать, никого вообще не волновало при этом закрытие. А сколько закрылось предприятий вообще, в том числе и военно-промышленного комплекса, потому что они никому были не нужны. И куда делись люди с этих предприятий военно-промышленного комплекса? И что им оставалось делать, кроме как пить вот так называемый боярышник? Хотя все понимали, что это никакой не боярышник, а что это просто спирт, который вот таким образом упакован, чтобы его продавать после 11 или 12, с каких там в этих регионах нельзя продавать бухло. И просто потому, что чистый спирт, он дешевле. Ты понимаешь, что проблема была не в том, что это боярышникам люди отравились, а то, что они паленым боярышником отравились. В этом смысл. В том, что они отравились не тем, что они пили все время и регулярно, а тем, что это был метанол. Нет, это вот проблема. Я как раз понимаю, меня интересует... Людям действительно в стране нечем заняться. Страна действительно огромная. Страна абсолютно дезориентированная. Страна сконцентрированная в руках одного человека. Это я еще раз повторяю. Я действительно считаю, что единственное за последние много-много лет, что правильного сделал с точки зрения мировой политики Владимир Путин, это принял участие, чтобы сделать так, что Россия принимает участие сейчас в сирийской кампании. Подожди секунду. Потому что, безусловно, люди в Иркутске, Тань, они для людей в Алеппо, для людей в Пакистане, для людей в Ливии ровно такие же, как люди, которые живут в Аризоне. Мы для них на одно лицо. Мы такие, мы все одинаковые, их враги. Вот это мы должны понять. Точно так же, как они для нас на одно лицо. На самом деле. Давайте честно скажем. И когда я говорю, что Путин сделал единственное, правильное, с точки зрения европейского пути России, это же очень важная фраза, ты ее не слышишь. Я говорю о том, что единственное правильное, значит, все остальное Путин сделал неправильно. Это значит, что мы действительно провалили за эти последние 17 лет всю региональную политику. Вернее, все еще провалили. Мы ничего не сделали для этой региональной политики. Ее никогда не было. И вообще никогда не было. И никто никогда не занимался в России. Никогда никакой региональной политики здесь не было. Здесь всегда была когда-то Санкт-Петербург, потом Москва, и вся остальная лапотная Россия, которая вообще никого никогда в этой стране не интересовала. Провинция в этой стране людей начала хоть как-то интересовать, когда заводы из центральной России пошли все на восток вместе с эвакуацией. Вот тогда чуть-чуть людей начало интересовать, как там устроил Урал, что там происходит в Сибири, потому что туда уехали оборонные заводы. Вот только поэтому. А вообще никогда эти люди никого не интересовали. Вот ты знаешь, например, что вспоминал в своих воспоминаниях прекрасный революционер Кропоткин писал, что когда людей вот в этом самом Иркутске за Иркутск вывозили, за Байкалье, это были каторжники. Их просто выпускали. И они все эти каторжники, 90%, возвращались обратно в рудники, потому что лучше в рудниках, чем там на свободе. И это было всегда и никогда не было иначе. Я по этой стране проехал на машине дважды от Москвы до Владивостока. Я знаю ее, вот я видел каждый из этих городов, я не знаю, не то, что Иркутск, там Суламуде, а Могучи и Магдагачи. И я прекрасно знаю, как здесь все устроено. Я прекрасно знаю, что эти люди пьют, где они работают, а вернее не работают. Да? Что может делать нормальный человек в Нерчинске, если он там, может нормальный человек остаться в городе Нерчинске. Да? И как развивается, а вернее, как республика ежегодно теряет Дальний Восток. Да, так устроена Россия. Да, это все ужасно. Здорово, только я вот не очень понимаю, мы пытаемся защитить великую державу от международного терроризма, и пока этим очень успешно занимается Владимир Путин, у него здесь, в стране, люди в большем количестве умрут от паленого боярышника. Смысл? Во-первых, люди в большем количестве от паленого боярышника не умерли. Честно, надо сказать, что это действительно огромная трагедия, что 77 человек умерли от паленого спирта. Да? Это действительно в этом проклятый Путин виноват. Ужас. Когда 70 человек... Черт, я превращусь абсолютно вот здесь с вами в Максима Леонарда Чешевченко. Я хотел прямо сейчас сказать, что когда 70 человек расстреливают в школе в Соединенных Штатах, это вас почему-то не волнует. Говорите, вот, да, 70 человек расстреляют в школе. Ну, да, люди... Меня волнует то, что здесь происходит. Безусловно, Таня, если тебя действительно волнует то, что происходит, сделай так, чтобы водка стала дешевле, чтобы она продавалась круглосуточно, и чтобы у людей вместе с водкой появилось немного работы. Давайте делать так, чтобы сокращали налоги на частное предпринимательство, чтобы людям выдавали землю, чтобы людям не рассказывали сказки, как у них там рассказывают за Уралом сказки про зоны рискованного земледелия, поэтому никто ничем не занимается. Людей надо обучать, людей надо воспитывать, вот этим надо заниматься. Действительно, я еще раз повторяю, единственный период, который был нормальный в этой стране, когда в этой стране начали думать о том, что эта страна не только Москва и не только Санкт-Петербург, а что есть еще огромные просторы, в которых живут какие-то люди, которые говорят по-русски, это был период между 1861 и 1881 годами, когда здесь появилось и было угроблено в конечном итоге земство, когда какие-то люди, которые умели читать и писать, шли в народ и учили читать и писать людей, которые читать и писать не умели. 20 лет нормальной жизни было у этой страны, 20 лет ответственности, 20 лет закона, 20 лет просвещения и 20 лет надежды, 20 лет нормальной жизни за тысячу лет вот в этой стране, а ты говоришь, пришел Путин в Сирии, а там вот ее пьют, да они всегда ее пьют, я разговаривал с одним из вице-губернаторов одного из огромнейших регионов в 2008 году, и он мне говорил, а вот кто у тебя тут живут, живут, показывая своей ладонью на кусок карты размером с 3 франции, он говорил, ну там 1200-300 живет, но никто не знает, кто они, паспортов не просят, пенсии не просят, и хрен бы это с ними, вот так устроена эта страна, и так она всегда была устроена, да, в этом вина Путина, вина Путина в том, что за 17 лет он не сделал ничего, чтобы это изменить, но это не Путин пришел и вот так устроил эту страну, так устроил эту страну Рюрик. На этом прощаемся, программа «Особое мнение», главный герой этой программы Антон Красовский, эфир для вас вела Татьяна Филингауэр, до свидания.